Оркест Оркест И вот как-то вечер был в доме поэта Жуковского, на котором вновь встретились Глинка и Пушкин, и тогда Пушкин поделился следующим, что свою поэму Руслан и Людмилу написал уже давно, в юности, возможно, теперь он бы кое-что мне переделал. А Глинка поделился мечтой. Своя мечта заключалась в том, чтобы сочинить оперу на пушкинский сюжет. И даже композитор попросил Пушкина, чтобы именно он написал литературную основу оперы, либретто. И действительно, насколько было бы это здорово, если бы непосредственно автор Руслана Людмилы создал текстовую версию для оперы. Увы, эта мечта Глинки не осуществилась, помешала осуществлению смерти Пушкина, дуэль его, и либретто написал другой поэт, Кукань. И вот на сцене в опере «Новой жизнью» зажили пушкинские герои Руслан, Людмила, Киевский князь, волшебники Наина и Фарлав. И впервые на сцене прозвучала увертюра, которая потом суждена была стать очень и очень популярной. Увертюра, которая вобрала в себя то, что называется русский дух, которая несет в себе ощущение празднества, торжества. Эта музыка и начинает наш концерт. Михаил Иванович Глинка, увертюра в опере «Руслан и Людмила». Исполняет Омский академический симфонический оркестр. Дирижер Григорий Вебер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА